Представьте себе, что вы затеяли ремонт в своей квартире. С чего вы начнете? Конечно же, с самого важного. У кого-то это замена сантехники, а у кого выравнивание стен и потолков. Вы выбрали цель и вложили деньги на ее реализацию. А теперь представьте себе, что у вас появилась возможность получить часть средств со стороны. И при всем при этом возвращать их потом не придется. Заманчиво? А главное, вполне реально. Здравствуйте! В эфире передача «Комфортный город». И сегодняшний выпуск мы посвятим местным инициативам. В Чебоксарах реализуется ряд муниципальных программ по их поддержке. Их суть точно такая же, как и в примере с ремонтом квартиры. Познакомимся с каждой из них прямо сейчас. Улица Святослава Федорова. Днем она ничем не отличается от других, а вот с наступлением сумерек дома и кустарники приобретают пугающие очертания. А все потому, что здесь до сих пор нет освещения. Впрочем, как и нормальной дороги. Мы живем здесь уже, вот построились более 10 лет, 12, кто 14 лет, кто 10 лет. И неоднократно обращались и в администрацию президента, и в администрацию города, и района, с тем, чтобы нам помогли сделать дорогу и освещение. Улица совершенно темная, освещает настолько окна роддома. Когда роддом закрывается на ремонт, у нас темно. Плутать в потемках жителям осталось недолго. Их включили в программу инициативного бюджетирования. Что она из себя представляет, рассмотрим подробнее. Жители предлагают свои проекты по ремонту и благоустройству. То есть они сами выбирают, что нужно сделать в первую очередь. Все проекты рассматривают в столичной администрации и выбирают победителей. Главные условия участия – софинансирование в размере 5%. Остальные 95% выделяют столичные и республиканские бюджеты. Еще одно требование. У жителей должны быть заключены договоры на вывоз ТБО. Не менее 80% от общего числа. 5% для жителей улицы Святослава Федорова – это 1500 рублей с каждого дома. Всего их 37%. Вот такая цена за освещение и посыпку асфальтной крошкой дороги. Инициативное бюджетирование – программа новая. Но горожане включились в нее активно. Например, в Калининском районе есть заявки по пяти улицам. В основном эту программу по городу мы направили для развития частных территорий. Инициатива должна быть от жителей самих. Люди должны, инициативные жители должны проявлять, не относиться пассивно, что творится у нас на улице, на своей улице. И после, когда человек уже частично какие-то финансовые вложения взял, уже он будет по-другому относиться к тому же дорожному покрытию, уличному освещению. Видавшие виды турники советских времен, выцвевшая скамейка с урны и, пожалуй, одно яркое пятно в радиусе 100 метров. Новенькая горка. Вот и все, что есть во дворе дома 10А по проспекту Ивана Яковлева. Неподалеку маленькая парковка, на которой мест уже не хватает. Но скоро все это изменится. Будут расширяться въездные пути, а потом благоустраиваться парковки будут. Значит, будут установлены новые мафы на детскую площадку. Также ограждение детской площадки запланировано. А еще тренажеры, установка уличного освещения и оформление входа в дубовую рощу. Специалист по работе с населением Анна Федорова рассказывает о грядущих планах. Эта территория попала в список адресов, где дворы отремонтируют в рамках федеральной программы формирование комфортной городской среды. Предложения мы собирали в течение предыдущего года. И в апреле у нас как раз мы провели встречу, общественное обсуждение. В библиотеке имени Гайдара здесь рядом с населением встречались. И показали проектировщики конечный результат. Примерно как это все будет выглядеть после реализации. Люди согласились. Им очень понравилась работа проектировщиков. А проектировщик – чуваш-граждан проект. Они отвечают за вид всех 47 дворов, участников программы. Мы предусмотрели парковку на 20 машин и мест. Вот здесь вот это можно увидеть. Предусмотрели установку различных мафов, то есть детского спортивного и игрового оборудования. Вот такие изменения ждут один из дворов по улице 50 лет октября. Архитекторы учитывали пожелания всех горожан, поэтому каждый эскиз уникален. При этом общий между ними все же будет. Везде сделают ремонт дорог и тротуаров, новое освещение, установят скамейки и урны. От идеи и пожеланий до готового проекта всего два месяца. Наше понимание и наш подход в работе при выполнении поставленных задач исходил из комфортности. Чтобы людям было комфортно находиться в своем дворе. Чтобы они понимали, что дом начинается не с входной двери в квартиру. Дом – это твой двор в первую очередь. То есть это то место, где ты можешь проводить массу времени свободного, где ты можешь отдохнуть, где ты можешь пообщаться со своими соседями, со своими друзьями. Так что можно смело сказать, замыслы горожан приобретают реальные очертания. В этом году сделают 26 дворов. Сейчас администрация организовывает торги и выбирает подрядчиков. Сменить облик площадки должны уже в сентябре. Соответствующие соглашения сейчас уже практически подписаны. Деньги от жителей собирает управляющая компания, потом управляющая компания эти средства перечисляет на спецчет у управления ЖКХ благоустройства, который у нас является заказчиком уже непосредственным в выполнении строительно-монтажных работ. Для участия в федеральной программе необходима заявка и протокол общего собрания жильцов. Эти документы нужно передать в районной администрации. Доля софинансирования – 3% от общей стоимости проекта. Кстати, в программу попали и общественные площадки, скверы, парки. В этом году благоустроят территорию около Дома МОД и универмага Шупашкар, а также сквер имени Константина Иванова. Кусок балкона сверху, а мы еще одного. На балкон только в каске. Для жителей дома 14, корпус 1 по улице Баршака – это почти обязательное условие. Панель на пятиэтажке уже больше полувека, и с каждым годом свой возраст скрывать становится все труднее. Строили в советское время, этот дом был экспериментальный, и по-всякому, значит, получилось. Вот именно южная сторона, там особенно у нас разрушены балконы, вот эти атмосферные осадки, все это привело к тому, что там некий балкон в ужасающем виде. Тамара Ивановна регулярно делает обходы вокруг дома, где трещины появятся, а где упадет часть бетонной плиты. За домом нужен глаз да глаз. А жить как страшно, выходи-ка на этот балкон, вообще сердце замрет. Может свалиться балкон, убить. Сколько в городах сейчас падает балкон? Сплошь и рядом. Ремонта ждут 36 балконов и 9 нижних плит. В муниципальной программе развития жилищного строительства и сверх ЖКХ жильцы дома находятся уже три года. Мы собрали собрание, протокол составили, отдали этот протокол в эту самую управляющую компанию, но у нас не получилось первый год. Там управляющая компания, Альф у нас была. Мы не могли попасть, поскольку дома включали первоначально на самой главной улице, где видны дома. А наш дом, он все-таки же сзади расположен. Многие не выдержали и сделали ремонт за свой счет. Остальным же ждать осталось недолго. Балконы планируют обновиться до конца лета. В этом году в списке 4 адреса, по одному из них отремонтируют и фасад. За качеством работ следит технадзор и специальная комиссия, в составе которой сами жильцы и сотрудники управления жилфондом. Если какие-то идут отклонения от проектов, отклонения идут от сметной документации, это все созывается в совещании, непосредственно решается совместно. Если были выявлены несоответствия и требования как технического надзора и управления жилфондом выставляются за подрядчику, то им устраняется это за свой счет. Муниципальная программа реализуется с 2014 года. За это время отремонтировали балконы и фасады по 24 адресам. На будущий год уже подали три заявки. Хотите присоединиться? Тогда сейчас расскажем, что нужно сделать. Необходимо составить протокол общего собрания жильцов и передать его в управление жилфондом города Чебоксары. На священии с главами районов формируется список адресов участников. Главное условие – доля софинансирования должна составлять 25% от общей суммы, оплатить которую нужно до начала ремонтных работ. Не на уровне еще останавливался, или ниже, или выше. Все, спотыкались, вот когда заходишь, лифт иногда выше поднимется. Под ноги же не смотрим. И таких историй жители 22-го дома по улице Кадыково могут вспомнить еще немало. Их дома 36 лет, ровно столько же и лифтом в подъездах. Каждая поездка превращается в маленькое приключение. Антураж добавляет интерьер. Тусклое освещение, потертые стены, старые кнопки. Живу на седьмом этаже, и каждый день приходится туда-сюда ездить. В магазин, на дачу, вот когда уезжаем, приходится подниматься, спускаться на лифте. Лидия Васильева рассказывает, по ломкам лифта в их подъезде никто не удивляется. Но стоит отдать должное управляющей компании. Ремонтируют быстро. Когда вот, допустим, какие-то помеги, лифтеры приходят, вызываем лифтеры, приходят. Там вызов звонок же есть. Вот это. Когда вот если лифтер сами не могут, они механиков вызывают. У нас лифт, чтобы три дня не работал, такого не было, конечно. Новый нужен все равно, хоть как бы там не было. Наш дом весь поменяли. Два подъезда у нас осталось. 22-й дом по улице Кадыково в программе по замене лифтов уже три года. Новый лифт устанавливают поэтапно. В прошлом году в четырех подъездах. Заготовитель – Чебоксарский завод. Учли все требования техники безопасности. Проемы дверей 650 мм увеличили до 700 мм для маломобильных групп населения. Также в данном доме поставлены частотные преобразователи на главный привод, за счет чего плавность хода лифта. Всего в Чебоксарах поставили почти 200 новых лифтов. Механизм включения в программу точно такой же, как и по замене балконов и фасадов. Протокол общего собрания и софинансирование 25%. Мы в основном строим самые старые лифты, срок эксплуатации которых уже составляет на момент проведения работ 34 года и выше. В будущем году эту муниципальную программу закрывают. За замену лифтов полностью будет отвечать Республиканский фонд капитального ремонта. Сделать родной город действительно комфортным может каждый из нас. Главное не сидеть на месте, а проявлять инициативу. Так власть не только быстрее узнает о проблеме, но и поможет ее решить. Тем более, что возможностей, чтобы выразить свою позицию, предостаточно. Это была передача «Комфортный город». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин